25 октября 2022 года, примерно в 9 часов вечера, был задержан мой брат, Напиджев Эдуард Мухарбевич, который является заведующим диспансерным отделением психиатрической больницы, врачом-психиатром. Был задержан по подозрению в ввозе наркотических средств, которые, согласно версии МВД, он якобы проглотил его и пытался перевести в себе. С момента его фактического задержания над ним, как уже стало известно мне сегодня, потому что только сегодня я как адвокат получила доступ к своему подзащитному, с момента задержания над ним проводилось моральное и физическое истязание. В какой форме? Значит, его пытались убедить в том, что он провозит в себе наркотики. Для того, чтобы разубедить уголовный розыск, что в нем ничего нет, будучи также врачом и медицинским работником, он охотно согласился на следующие виды процедур. Он употреблял слабительные, проводились очистительные процедуры его желудочно-кишечного тракта, для того, чтобы каждый раз им показать, что в нем никаких запрещенных препаратов, свертков он не провозит и ничего нет. С момента его задержания, его продержали несколько часов в поселке Цандрыбш, Далее, где-то после полуночи, его доставили в здание МВД. В здании МВД он находился в одном из кабинетов уголовного розыска, где безустально, ежесекундно за ним наблюдали по очереди посменно сотрудники уголовного розыска МВД. Все его, скажем так, испражнения, что из желудка, что из кишечника, все это тщательно обследовалось и следовалось сотрудниками уголовного розыска на предмет наличия каких-либо инородных тел. Естественно, до сих пор это все безрезультатно. Человек охотно соглашался на любые формы доказывания своей невиновности. На протяжении полутора суток Напиджев Эдуард пытался доказать уголовному розыску, что в его организме нет ничего запрещенного. Сегодня мною было подано на имя начальника уголовного розыска Габлия заявление о просьбе допуска к своему подзащитному. В результате чего его заместитель, майор милиции Эбжноу, ответил мне, что такого в здании МВД нет и попросил не мешать делать им их работу. Мною было подано заявление на имя генерального прокурора Республики Абхазия о том, что до сих пор с 9 часов 25 октября незаконно содержится под стражей врач-психиатр Напиджев Эдуард. Далее мне поступила информация, что в Сухумский городской суд пришел административный материал на административно задержанного Напиджева. По приезду в суд, так как я только получила доступ к своему подзащитному, мне было отказано в беседе с ним, на которую я имею по закону право. То есть конфиденциальная беседа защитника со своим подзащитным. В ходе судебного разбирательства, когда рассматривался административный материал, на Напиджевом суду было сообщено о том, что на протяжении полутора суток какие процедуры он над собой проводил, чтобы доказать свою невиновность, также был изнеможден, организм обезвожен, разговаривал с трудом. И административный материал, который был подготовлен и создан сотрудником уголовного розыска, основывался на том, что Напиджев отказался от процедуры прохождения медицинского освидетельства. На вопрос суда Напиджев сообщил, что он отказался по причине плохого его соматического состояния. Он физически не мог пройти освидетельствование на предмет наркотического опьянения. Но, однако, уголовный розыск не успокаивается на этом. И в итоге, с большим шумом и ажиотажем, Сухомский городской суд выносит постановление о назначении Напиджеву административного ареста. 15 суток. Данное судебное заседание прошло сегодня где-то примерно в районе 3-4 часов дня. По имеющейся информации, до сих пор административно задержанный, не спущен в камеры, а находится также в кабинете здания МВД, стоит лицом к стене с разведенными врозь руками и ногами, то есть это позе звездочкой, так сказать. И в данном положении он простоит до тех пор, пока не поступит приказ министра МВД о том, что его, согласно постановлению, необходимо спустить в изолятор временного содержания. Такие нарушения всевозможных норм действующего законодательства, такие нарушения человеческих норм и вообще такие издевательства над здоровьем и организмом человека объяснению не подлежат вообще. Его продержали более полутора суток, издеваясь над его здоровьем, над его организмом в надежде что-либо получить. Кстати, забыла упомянуть, что перед судебным заседанием его повезли в Агудзерский госпиталь, где сделали ему компьютерную томографию, которая показала лишь наличие пятнышка размером 2,5 на 4 мм. И не увидев никаких инородных тел на компьютерной томографии, которые они полутора суток пытаются вытащить из задержанного, все-таки суд вменил ему 15 суток за отказ. Отказ от освидетельствования не потому, что он находился в наркотическом опьянении, либо могло показать его употребление, а отказался человек, потому что по состоянию здоровья, после всех проведенных медицинских процедур, он просто физически не мог сдать этот биоматериал. До сих пор человек находится в унижающем, издевающемся положении. Я не знаю, какие инстанции необходимо привлечь для того, чтобы данное вопиющее правонарушение вообще его конституционных прав было устранено. По этому поводу вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру, к уполномоченному по правам человека? Ну, я так понимаю, что к Министерству внутренних дел взывать не имеет смысла. Планируете ли? Да, безусловно. Мы планируем, во-первых, обжаловать постановление Сухомского городского суда. Естественно, мы обратимся к уполномоченному по правам человека Шакрыл. Естественно, мы будем также писать и на имя Генерального прокурора. Дело в том, что в случае, если человек все-таки выйдет из стен МВД, однозначно после всего, что было сделано с ним, опять же, с его же согласия, потому что человек пытался им всем доказать, что в нем ничего нет, когда он выйдет оттуда, его ни психическое, ни физическое, ни соматическое состояние уже не будет прежним. Мне интересно, ответственные в этом вопросе будут определены, найдены, обозначены, ну и, соответственно, наказаны. А что касается вот сейчас вот этой пытки в форуме «Звездочки у стены», что вы планируете делать? Мы планируем сейчас обратиться, ну, во-первых, данным видео, я надеюсь, воззвать все-таки к руководству МВД и не усугублять положение, так как уже достаточно было сделано, достаточно поиздевались над моим братом. Теперь у меня единственная просьба к Уполномоченному по правам человеку, Асиде Шакрыл. Я обращаюсь к вам для того, чтобы вы обратили внимание на те действия, на те методы, которыми руководствуются, которые имеют место быть в многочисленном формате у сотрудников МВД при якобы их работе.